Реализация проекта «Спорт. Норма жизни», ремонт спортивных школ и училищ Олимпийского резерва. Об итогах года в сфере спорта нашему обозревателю Дмитрию Гладких рассказал министр спорта Алексей Перфилев. Подробности прямо сейчас. Мы на самом деле в самом начале только своего пути, но в первую очередь, наверное, хотелось бы выразить слова уважения и признательности тем людям, которые работали и создавали все это. Это был период управления, был период управления спорта. Это неоценимый вклад и наша тема продолжить, выбирая, наверное, самое лучшее и придумывая что-то новое. Следующий момент, ну, наверное, это принципиально иное отношение и губернатора, и правительства, и в частности, даже нашего Минфина. Отношение к спорту не как какой-то развлекушке, а именно как полноценной отрасли. Отрасли социально-экономического развития жителей Алтайского края. То есть все по-взрослому, по-государственному. Это в том числе выражается и в тех дополнительных ресурсах, которые были в 2019 году направлены. Это те долгожданные ресурсы. Но если начать перечислять, то внутри этого, конечно же, спортивный инвентарь. Причем спортивный инвентарь и для краевых учреждений, и для муниципалитетов. Это в том числе и инвентарь, и средства на покупку инвентаря. То есть была возможность, ну, наконец-то, реализовать все то, что копилось годами. Мы надеемся, что это не разово. Это, конечно, должно быть системно для того, чтобы в ближайшее время выйти уже на полноценное наличие инвентаря, но и в дальнейшем иметь возможность, конечно, ее пополнять. Это те ремонты, которые, наконец-то, удалось нам сделать в наших учреждениях. Это, прежде всего, Краевая детская и юношеско-спортивная школа, это училище Олимпийского резерва и это школа Алтайский ринг. Соответственно, на следующий год также запланированы определенные инвестиции, но уже в школу Клевчени и в другие будем принимать решения. Наконец-то мы начали обновлять автопарк и были закуплены, в том числе, микроавтобусы для наших подведомственных учреждений. Важным событием, конечно, это федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Если, опять же, цифры, то объем инвестиций в рамках этого проекта, он превышает годовой бюджет отрасли спорта. Это федеральные ресурсы, которых тоже очень долго ждали и благодаря этим ресурсам, мы об этом уже много говорили, в том числе изменится инфраструктура. Но наша задача не только построить, но наша задача еще и наполнить жизнью. Поэтому на данный момент, конечно, мы в первую очередь совместно с федерациями прорабатываем возможность дальнейшего использования этих объектов. Определенные перенастройки провели в своей работе. То есть мы стали открыты, мы стали вместе с федерациями. Наверное, 2019 год – это год, когда мы ресурсы доводили до федерации. Уже пора спрашивать. Поэтому 2020 год уже, наверное, будет под флагом того оценить те доведенные ресурсы, то право, которое было дано, что получили мы в ответ. Какие результаты? Если говорить о нашей триаде спортивной, то команды мастеров. Здесь мы видим развитие именно государственного частного партнерства. В любых формах взаимодействия с бизнесом. Мы готовы отдавать бизнесу в управление командой, используя тот опыт, который у них накоплен. Потому что в том числе нам бы и не хотелось, скажем так, все ресурсы, как раньше это было, бросать на эти команды мастеров. Да, мы сохраняем, но дальнейшее увеличение возможно через партнерство. Система Дю США. Но очень важным событием явилось подписание дорожной карты, доведение уровня финансирования наших спортивных школ до необходимого. Он был чуть менее 70%. Сейчас принципиальное решение и, наконец-то, необходимые суммы наши школы будут получать. Это суммы на то, чтобы покупать тот же инвентарь, выезжать на соревнования, на сборы, на увеличение фонда оплат труда. Мы отстали, но подписание дорожной карты позволит через 3-4 года выйти на нормальный уровень. Массовый спорт. Вот, собственно говоря, как бы та экономия, которую мы постараемся получить на команде мастеров, она будет направлена на массовый спорт. Тот нацпроект, по которому в том числе будут малые спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, оборудование, это тоже, в том числе и для массового спорта. И то взаимодействие с федерациями, которое, наверное, началось именно с спортрезультатов, мы также будем в 2020 году направлять их на массовый спорт. То есть здесь мы должны и создавать инфраструктуру, и наполнять числом мероприятий, и числом участников тех мероприятий, которые уже есть. Но, к слову, в календаре у нас более 800 соревнований. Здесь мы планируем и определенный прирост числа соревнований таких, и количество участвующих в них. Год олимпийский, поэтому, ну, в первую очередь, наверное, от того, чтобы наша команда полностью участвовала на полноценных правах. Ну, наверное, такие мероприятия, как Олимпиада, это очень хороший стимул для того, чтобы увидеть, загореться, отдать своих ребятишек спорт. Ну, и тот же федеральный проект «Спорт – норма жизни», собственно говоря, наверное, это тот и лозунг, и девиз, и это наше направляющее. Спорт должен стать нормой жизни. Все же, зачастую, успех формируется именно в детстве. А детство, связанное со спортом, позволяет достичь результатов и в дальнейшем жизни. Субтитры создавал DimaTorzok